Подагра – это очень неприятная и страшная болезнь, которая приходит нежданно и кардинально меняет образ жизни человека. Снизить частоту обострения и облегчить течение болезни может помочь коррекция поступления в организм пуринов. Поэтому при этой болезни очень нужно нормализовать диету. Очень важно исключить из рациона продукты, богатые щавелевой кислотой, ограничить употребление белков и жира, мяса, умеренно употреблять соль, увеличить количество употребляемой воды, а еще нужно ощелачивать пищу при помощи молока, овощей, фруктов. Но в этом случае вегетарианская диета при подагре будет идеальной. Зелень кушать можно, но зеленый лук и петрушку кушаем в минимальных количествах. А если вегетарианство – это не права, то рыбу и мясо необходимо отваривать. Полностью откажитесь от какао, кофе, крепкого чая и всех видов алкоголя, включая пиво. Можно употреблять свежевыжатые соки, кефир и молоко. И, конечно, как можно больше воды, которая будет помогать выведению мочевой кислоты из суставов. И очень важно дополнить такую диету хорошими народными методами, которые применяются не только при остром течении заболевания и при ремиссии, но и во время приступа они имеют важное вспомогательное действие. Рассказываем про три самых эффективных и проверенных временем способа. Подагру можно лечить аспирином и йодом. 5 таблеток аспирина необходимо измельчить и растворить в 10 мл йода. Этой смесью необходимо протирать больные суставы и оборачивать их теплой плотной тканью. Также можно лечить подагру травами. Это эффективный способ, если использовать его регулярно. Ромашковые ванночки, чай из череды и листьев брусники будут мощным средством для выведения мочевой кислоты. А еще часто подагру лечат лавровым листом. Из него можно делать настои, мази, отвары и даже чаи, поскольку на ткани суставов лавровый лист действует самым положительным образом.